мои эстетические мизинчики мне не позволяют держать камеру так как придумали это инженер друзья всем привет это очередное видео которое я решил вот так вот внезапно записать и виновником всего этого торжества является вот этот вот замечательный свет это точнее сейчас говорю про октабокс это гудокс p90h я просто вы не представляете сколько я его ждал это сейчас работает вместе со связкой получается видеосвет гудокс sl60w плюс вот этот вот октабокс p90h также у меня есть p120h но p120h у меня уже наверное год лежит я его кстати не мог использовать как рисующий свет по причине того то что он огромнейший и я в маленькой своей комнате это просто не помещаюсь но я ему нашел все-таки в прошлый раз в применении точнее позапрошлый раз а кто не видел вот здесь выйдет подсказка я записал ролик про сигму и как раз таки он у меня там стоял сзади как какой-то интерьер чтоб как светил и чтобы был покрасивее вот значит вот эта связка сама по себе она очень очень распространенная и где не загуглите про sl60w везде вот этот вот октабокс в общем я это все дело сейчас тестирую видео получается сейчас два в одном первое это новый контент для вас сегодня тема будет очень интересная а второй момент это я вот эксплуатирую и это будет некий опыт использования конечно на этому не ограничиться я еще буду многие другие вещи делать вот но уже используя вот эту вот связку уже используя рисующий свет гудокс прошлое и получается свет который я использовал как рисующий это лифт life ссылочка вот здесь вот на обзор этого света вот и соответственно сегодня я уже использую этот вот sl60w и у меня есть уже свои пять копеечек которые я хочу вставить по поводу вот этого света есть плюсы есть минусы ну короче говоря будет новый видос так что вот такие вот пироги частенько наблюдаю и это меня само по себе веселит то как фотографа который называется профессионалами либо совсем новички которые купили себе дорогую камеру дорогую оптику одели ее на шею идут такие важные такие прям крутые у них съемки они тоже говорят что они профессионалы выставляют свои бэкстейджи это все видишь в ленте сути все равно по интересам начинаете подкручивать либо запустят рекламу и соответственно ты же видишь это то есть соц сеть тебе все равно покажет эту фотографию и что я вижу я как раз вижу вот эти вот примеры того как они неправильно держат камеру это все дело веселит вот просто смотрите опять-таки я не буду выставлять никакие фотографии никого показывать у нас очень все понимаете ранимые очень все такие нежные и никогда не признают то что на самом деле есть к сожалению увы это такая вот правда опять-таки я сейчас говорю не за всех абсолютно но все же но все же ведь я повторяюсь вот и поймите одну такую вот штуку я не изобретая колесо и можно же сказать что а кто сказал что камеру нужно держать именно так как ты говоришь а кто сказал что есть такой монетик чтобы нужно правильно держать камеру а кто сказал это кто сказал то да можно сказать миллион кто сказал и при этом друзья еще раз прекрасно понимают что у многих сегодня будет подгорать потому что многие будут сегодня себя узнавать в тех примерах которых я буду показывать а если вы один из тех и считаете что это не пойдет вам на пользу закрываете канал окошко прям закрываете ставьте мне дизлайк и и на этом все отписывайтесь если даже были подписаны если это видео для вас будет в пользу подписывайтесь ставьте лайк как раз таки можно будет посмотреть сколько человек неправильно держит камеру а сколько ее держат правильно теперь опять таки вот может сказать а кто сказал что правильно нужно держать камеру где это написано элементарно друзья возьмите вот вот смотрите вот у меня инструкция от камеры страница 43 я прикреплю картинку я сейчас не уверен что и видно будет вам на экране вот страница 43 здесь показано как держать камеру я не знаю если это у никона если это у sony у fuja ну и у всех ну я уверен это само по себе должно быть но даже если нет у вас инструкция от камеры ну загуглите за youtube все же там это будет все это будет показано то есть вы просто это увидите и вы поймете что я говорю то что есть на самом деле я не придумываю я не говорю вам только потому что мне так удобно и значит это так правильно ведь что я еще замечать я замечаю в бэкстейджи других фотошкол я вижу что и преподаватель так держит его студенты так держит то есть само по себе это очень и очень странно возможно во мне говорит но и медицинское прошлое да 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 я врач по образованию уже закончил сколько уже наверное лет 11 прошло как я закончил медицинскую академию вот врачом не работаю рекомендую рекомендую почитать интересное интервью мы делал но я его делал для росфото там есть маленький такой знаете маленький эпизод моей жизни где я рассказываю как я стал фотографом различные там советы ну и так далее рекомендую ссылочка внизу можете почитать и так вот значит медицинское прошлое а вообще давайте я лучше сейчас это все сделаю немножко по-другому смотрите в комплекте с камерой всегда идет ремень ремень это очень очень нужная и очень важная вещь и я рекомендую всегда его использовать конечно в данном случае я сейчас говорю про фотографов не видеографов видеографы обычно снимает ремень потому что он будет мешать если камеру носят на стабилизаторе и так вот ремень смотрите само по себе его тоже нужно правильно одеть это очень 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 важно где узнать как правильно деть это посмотрите в инструкции там прям полностью показаны как удачу а дети как про солнце обратить внимание вот у меня сейчас вот торчат вот тут вот вот кусок ремня торчит на самом деле так быть не должно абсолютно так быть не должно и сейчас у меня это неправильно скажете а что texto и сам так вот советую с самого неправильно во первых хочу сказать То, что вот здесь на ремне вот есть такая вот пластмассовая штучка. То есть она вот, не знаю, как называется, ободочек, крепилочка, хреньюшка. Ну, короче говоря, вот такая вот есть штучка. Она со временем сама по себе, она отсыхает и получается отрезкается, ломается. Она не прям пластмассовая, она какая-то вот наплавину резиновая и какая-то, ну, не знаю. Она отваливается. И как раз мне нужно купить, получается, четыре такие штучки. Это чтобы использовать на двух своих камерах. На одной у меня еще вот это вот есть. И так вот, почему же все-таки я не рекомендую, когда камера вот так на шее. Ух, микрофон задел. А почему на шее? Потому что, ну, смотрите, опять вернемся к моему медицинскому прошлому. Я не знаю, как у кого, но вот лично у меня это вызывает жуткий дискомфорт. Почему? Потому что вот здесь у нас в шее есть сонные артерии. И получается, что когда вы несете камеру, а если она будет, это еще не такое прям тяжелое, но все же, допустим, там потяжелее объектив, то получается, что вы просто сами себе это сдавливаете. И не знаю, я минут 10, даже может меньше, вот так вот похожу, поснимаю. Если у меня камера будет здесь, начинает болеть голова. Вот действительно, просто тупо начинает болеть голова. Если у вас болит голова, когда вы фотографируете, знайте, что в первую очередь это из-за того, что у вас ремень одет вот так на шее. Когда вы ходите с ремнем на шее, камера, она же у вас на животе. И получается, мы понимаете, как вот, когда мы идем, мы не идем вот так вот ровно. Мы все равно раскачиваемся, мы немножко вот шагаем. И, соответственно, камера, она начинает вот так вот, друзья, просто я сейчас не помещаюсь, буду не в фокусе. То есть, когда вы идете, камера, она вот так вот у вас получается болтается, понимаете? И если у вас еще особенно будет тяжелый объектив, к примеру, 70-10, а я сейчас расскажу вам историю. Вот, если у вас еще будет такой тяжелый объектив, то, соответственно, это еще больше, больше будет у вас гулять по животу. Да, интересная история. Я, знаете, вот никогда не забуду эту, это то, что у меня уже отпечаталось, получается, до конца моей жизни. Это то, как один очень такой пузатый мужчина, фотограф, у него камера на шее, и получается то, что у него еще объектив 70-200, и он по ступенькам быстро-быстро-быстро вот так вот спускается, бежит на съемку. Одной рукой держится за перила, а второй вот так вот, ну, бежит. И получается, что у него камера вот прямо вот так вот на животе, на пузе, вот так вот прямо скачет, и это я никогда не забуду, на самом деле. Не будьте такими. А если вот вы меня смотрите, именно тот, кто вот так бежал по ступенькам, не делайте так больше, действительно. Это очень-очень плохо, потому что все равно это же может куда-то занести. Вот, в общем, я не рекомендую носить шею, шею, я не рекомендую носить ремень на шее, потому что в первую очередь будет болеть голова. Если у вас какая-то другая особенность, и вы хотите вот так, чтобы у вас болталось на пузе в разные стороны, ради бог носите, дело ваше. Но я опять-таки не рекомендую. Теперь вопрос. А как тогда правильно держать, и как правильно ее носить? И так вот, касательно ремня. У него две стороны. Одна получается матерчатая, а другая прорезиненная. Ну, точнее, это, ну, это резина. Для чего это нужно? Сделано это тоже не просто так. Обратите внимание, в том примере, которым изначально я показывал, и даже сейчас, как я камеру одел, это неправильно. Почему это неправильно? Значит, мы всегда носим камеру прорезиненной частью. То есть, получается, то, что когда прорезиненная часть, я вот тяну камеру вниз, у меня одежда начинает стягиваться, но не камера катается. Если я сейчас переверну, то есть вот матерчатая часть, вот так вот тяну, у меня, получается, елозит уже вся камера. То есть, весь ремень, он у меня елозит, а одежда остается на месте. И так вот, чтобы такого не было, чтобы у вас камера не слетела, а что значит не слетела? Почему она должна слететь? Смотрите, еще раз повторюсь, когда мы с вами идем, мы не идем ровно, мы все равно качаемся, камера как маятник начинает тут расшатываться. И получается, что когда вот вы идете, вот, то есть, опять буду не в фокусе, вот вы идете, получается, камера вот так вот разбалтывается, и получается то, что само по себе же на плече же висит, и она вот так вот может у вас просто бум, не знаю, видно, не видно, она просто может у вас вот так вот слететь. Сейчас еще раз покажу. То есть, видим, да, она может вот так вот, получается, слететь. И это очень плохо, никогда, еще раз повторюсь, не носите вот такой вот матерчатой частью. Если у вас прорезиненная часть, то есть, когда вы идёте, камера расшатывается, вы её держите вот ещё. И получается то, что у вас это никуда, никуда оно у вас не упадёт. То есть, вот вы держите. Конечно, когда получается то, что, допустим, вы идёте, она же всё равно разбалтывается, что можно сделать? Можно камеру держать вот так рукой. Я думаю, ребят, я отдельным видео это всё запишу, думаю, завтра выйду. Вот, то есть, это разбалтывается, это можно держать рукой. И если вдруг вы ещё бежите, то можно держать это вот так. И как самурай, аниме прям тут-тут-тут бежит. И вот это вот будет на самом деле правильное ношение камеры. По-другому назвать это не могу. Итак, с ремнём понятно, но теперь давайте я покажу, как это всё держать в руке. Главное, чтобы я был в фокусе. Смотрите, вот, допустим, я поднял камеру левой рукой за объектив. Вот у нас ремень. Я просовываю руку раз, смотрите, просовываю руку два, и после этого уже хватаю камеру. То есть, это очень важно. Почему важно именно вот так вот держать? Если у вас двойной хват, то получается, что сам по себе ремень, он как петля будет затягиваться, если камера решит вдруг упасть. Ну, если вы её уроните. То есть, получается, если я сейчас вот так вот отпущу, и вот жалко не видно. Сейчас, вот, ну, вот так вот, смотрите, я тяну вниз. Во-первых, она сама по себе, получается, завязывает вот так вот руку. Плюс прорезиненная вот эта вот часть, она просто не даёт камере упасть. То есть, как ни тяни, это не упадёт. Второй момент. Если я сейчас всего лишь, всего лишь возьму вот так вот, смотрите. То есть, получается, вот один хват. То есть, вот, один хват. Даже ремешок поставлю вот сюда. Допустим, если вдруг у меня камера упадёт, то есть вот, и рука будет внизу, она просто камера вот так вот оттуда соскользнёт. И получается, что по большей части, в этот момент, когда камера падает, она начнёт вот так вот раскатываться. То есть, раскачиваться. И получается, что туда у вас улетит. И вот поэтому, чтобы у вас камера никуда не улетела, держите вот эту вот рекомендацию и используйте именно так, как я вам показал. С этими примерами уже всё понятно, с ремнём всё понятно. А как теперь само по себе фотографировать? Как правильно держать камеру? Я сейчас, давайте я вам покажу примеры того, как не нужно держать камеру и примеры того, как её нужно держать. Поехали. Сейчас, сейчас, сейчас я вас покажу. Я супер принесел, сейчас я вас покажу. Стройка краб. Это очень такая вареная стройка, как правильно. Нам нужно, наверное, залетить кузы краба. Сейчас второй бой, который будет супер краб. Супер утончённый стиль. Супер утончённый стиль. Да. А сейчас, хочется ещё мизинчики. Мизинчики, где ваши целинички? Мизинчики, где ваши целинички? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Почему те примеры, которые я показывал, то есть вот это вот, я называю это эстетический мизинчик, особенно когда держат ещё камеру вот здесь, вот за бленду, если нету бленда, то чаще всего я вот так за краешек объектива держу. То есть вот, когда фотографирую, держат за краешек. И при этом ещё вот часть пальца, я не просто так пальцем пошевелю, часть пальца всегда, либо мизинчика, всегда попадает в объектив. Во-первых, когда вы его так вот держите, вы просто тупо сами не заметьте, как у вас пальцы будут, кусочки пальцев будут у вас в кадре. Что очень-очень как-то, ну согласитесь, неправильно. Второй момент, почему же всё-таки я не рекомендую держать вот так вот эстетическими мизинчиками. Вот прям на самом деле, вот так вот, кофеёчек нужно пить. Конечно, если вы эстет, вы можете вот так вот, ну и пьёте кофеёчек так вот, и держите камеру так вот. В этом что-то есть эстетическое, пожалуйста, пользуйтесь. Ну так вот, смотрите, почему так нельзя, особенно руки. Во-первых, вы должны понять, что вы для камеры, в первую очередь, штатив. И вы должны избавить камеру от того, чтобы она не смещалась в тот момент, когда вы фотографируете. Почему это очень важно? Во-первых, когда вы фотографируете, вы же выстраиваете композицию. То есть, я не знаю, что вы фотографируете, это должно быть с этой стороны, это с этой стороны. Вы же чётко-чётко понимаете, что, допустим, воздуха над головой не должно быть, либо ещё что. И, соответственно, когда вы держите вот так вот, нажимая на кнопку, вы сами даже будете не замечать того, что, во-первых, вы когда нажимаете, камера будет всё время у вас вот так вот гулять. То есть, каждый раз вы неустойчивы. Понимаете, да? А это также вот эта неустойчивость всё время ведёт к шевелёнке. То есть, что такое шевелёнка? Это смаз. И получается, что если у вас выдержка будет относительно там чуть такая длинная, но опять-таки в зависимости от фокуса, который вы используете, у вас появится смаз. А ещё промахи по фокусу тоже могут быть. Потому что в тот момент, когда вы прицелились своим эстетическим мизинчиком, когда вы нажимаете, получается, на кнопку спуска затвора, у вас камера вот так вот гуляет. То есть, вот просто тупо начинает гулять. Важно! Как же всё-таки её держать? Да вот, смотрите. То есть, руку мы упираем, то есть, в тело. То есть, вот. Видел как-то один раз статью, там было написано, уприте руку в область бедра. Это как? Я вот сейчас не помещаюсь, но я тебе не запишу. Ну, как-то вот так вот, что я вас сфотографирую? Подождите, вот так. Понятное дело, что так никто фоткать не будет. То есть, руку упираете в тело. Куда-нибудь вот, где вам удобно. Вот просто руку упираем вот сюда. Куда-то вбок. То есть, вот. То есть, вот. Упёрли. И получается, что мы камеру держим не вот так вот эстетическими мизинчиками. Знаете, это похоже на какого-то морского конька, который вот конюк или я не знаю, что это. Это как будто петушочек. Вот. На него похоже. Ну, да ладно. Не вот так вот держим. Потому что у вас камера неустойчивая. Как вы держите? Вот смотрите. Вот, допустим, мне вот сейчас тяжело вот так вот камеру держать. Мне очень вот это вот тяжело. У меня, честно, я вам реально говорю, у меня рука шатается. То есть, это не пойдёт. Вы одновременно ещё и пытаетесь фокус крутить. Вот. И одновременно ещё и получается и фотографировать. Это очень неустойчиво. Что нужно делать? Нужно не вот так вот держать, а вот так. Вот. То есть, получается, камера у вас лежит вот так вот на ладони. И она, сам локоть упирается в тело. И получается то, что само по себе уже рука будет отдыхать. Не нужно вот так вот крылышками петушочков вот этих вот делать. То есть, она упирается и получается, что если вы даже отпустите руку, вес идёт всё равно вот сюда. Эта рука, этот палец, он в основном снимает, он фотографирует. То есть, камеру не держит. То есть, вот. Вот. И получается, что нужно держать камеру вот так. И судите сами. Ведь на самом деле, я не знаю, как вы вот так вот снимаете. А это ещё объектив 35 миллиметров и не такой тяжело. А если сейчас я в 70-200 возьму, я вижу такой пример 70-200. Удогущая пушка. И он ещё пытается вот так вот крутить вот этим петушком. Вот. Поэтому это неправильно. Не держите. Часто ещё вижу, вот так вот крабом держат. Я не знаю зачем, но вот так вот держат крабом. Особенно какой-то там небольшой объектив. Почему я не рекомендую вообще вот и вот так вот держать? То есть, вот так вот держат. Во-первых, можете вот здесь вот есть кнопочка. Не знаю, виду, нет. То есть, вот кнопочка. Сами не зная того, вы можете вот так вот нажать на эту кнопку . случайно вот здесь, чего-нибудь там подкрутить и у вас просто объектив перестает конточить, контачить с пушкой, потому что вот здесь вот есть контакты. То есть вот контакты вот здесь и контакты вот здесь, если они соответственно не совпадают, то соответственно и камера работать не будет, пойдете в мастерскую... Вам типа её починят, содрут с вас бабло. Вот...а проблема только будет в том, что вот так вот всего лишь был не застёгнут объектив. Я такой, кстати, пример! Ни один раз, Я лично сам видел, не один раз лично ко мне подходили. Вот вы же фотограф, вы можете сказать, почему у нас F00 написано? Я говорю, а потому что у вас объектив, нужно правильно защелкнуть. И вот это очень важный момент. Поэтому никаких петушков и никаких крабов. Вот я вот так вот называю, потому что вот эти крабы, вот так вот еще можно подлететь. Как раз таки вот к этому и могут вас и привести. Значит еще раз, руку упираем. Во-первых, двойной хват, то есть раз, два, то есть вот я взял, руку опора и получается вот придвинул. И получается, когда я снимаю, то есть вот у меня моя рабочая позиция. Вот это очень важно. Второй момент. Часто вижу, когда держат камеру вот так вот. То есть вот. И при этом опять эстетические мизинчики, опять смотрят правым, сейчас мы про это еще поговорим. Вот эстетическими мизинчиками они что-то там вот так вот крутят. Вот вам опять-таки пример. Ну, вроде можно сказать, что основная тушка, она у вас в руке. То есть вот. И этой рукой вы регулируете. Да. Я чуть подзавис. Тоже не рекомендую. Почему? Во-первых, смотрите. Камера неустойчива. Вы когда держите, у вас что держит камеру? Вот вот эти пальцы. И получается, этот указательный пальцем, он не держит камеру. Он нажимает на кнопку. И получается, у вас камеру в среднем держат вот эти, то есть вот эти два пальца. Мизинец особо там не участвует. Он еще даже судорога может взять. То есть по большей части это еще большая камера. То есть это тушка побольше. А если, допустим, камера начинающего фотографа, она же меньше. И, соответственно, мизинец он висит. И вот и получается, что когда вот фотографируешь, что может быть? Камера может тупо, просто, вот так вот сейчас, ну-ка, просто тупо может вот так вот выпасть. То есть вот, вот так может выпасть руки. Ваш эстетический хват ее не спасет. Он просто тупо не спасет. Камера упадет. Понимаете, да? Я не рекомендую. И плюс, ну а как это? Что это за культяпа? Знаете, напоминает этот фильм, где такая вот культяпа была, он этот и руку дает. Хватайся за эту руку. Она, нет, нет, и, короче, умерла. По-моему, умерла, нет, я не помню. Короче, это страшное кино. Сам какая-то из частей, где он ее руку сует. Бери ее! Бери мою руку! Нет! Вот. Вот такая вот, короче говоря, вот это не выход. Как правильно держать? Смотрите, опять-таки. Сейчас двойной опять наш морской узел. Как правильно? Вот. Вот камеру, как правильно держим. То есть, опять, у нас рука упертая вот сюда. И объектив ставится вот, вот так вот. Не вот так вот опять. Потому что, ну, смотрите, что-то будет, камера же слетит. То есть, вот где? Сейчас вот. То есть, когда вы держите, кто-то толкнет, или еще что. Камера просто с объективностью. Видите, вот у вас опора всего лишь один палец. То же самое и здесь. То есть, горизонтально. Вот я про это не сказал. Опора всего лишь один палец. Это не пойдет. Вот. Как мы держим камеру. То есть, вот. И фотографируем. Вот так вот. Могут сказать, ну, я там стесняюсь своей подмышки. Ребят, никто вас не просит поднимать вот так руку. Если вот здесь вот вы свою подмышку прячете, но это будет странно, если еще вы вот так вот. Хотя, в принципе, я не удивлюсь, если я даже и такое увижу, что вот так вот будет фотографироваться. Это какой-то иньянь уже. То есть, это прям какой-то этот. А, это больше похоже на какие-то советские. Не советские, это видео какие-то эти. Ну, да ладно. То есть, никто не говорит, чтобы вы поднимали вашу подмышку вверх. Что можно сделать в этот момент? Ну, вот так вот ее опустите. То есть, получается, смотрите, не вот так вот, а вот так вот. Касательно, если у вас все с подмышками окей, я уверен, что у вас у всех с подмышками окей, просто вот так вот неудобно фотографировать, если стоит ряд фотографов, вы будете просто всем мешать. Ну и плюс локоть торчит, будет вот, еще раз, вот. Локоть торчит, а вы просто его вот так вот опустили. И, соответственно, это удобно, понимаете? И вы схвачены, вы можете более длинные выдержки ставить и их фотографировать. Это очень важно. Вот, как мы держим камеру. Еще раз, не вот так вот. Я даже не получается. Не вот так вот сейчас. Как будто у вас судорога какая-то хватает, и вы сейчас как эти вот, какие-то непонятные, как зомбаки. Вот, а вот так вот. И, соответственно, фотографировав. Касательно ног. Как должны быть ноги в этот момент? Смотрите. Конечно, мне сейчас неудобно это показывать. Я это буду записывать сейчас немножко отдельно. То есть камеру отодвинул. Вот. Допустим, 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 вот вы стоите. Вы должны понять, что когда мы стойку, вот где? Вот, вот здесь вот. Мы должны стоять не вот так вот ножками. То есть вот прямо. А немножко одно вперед, другое назад. То есть вот получается. Вот. Мы вот так вот стоим. И, понятное дело, держим камеру то, как нам нужно. То есть камеру вот прижимаем к локтю. Э, к локтю. Локоть прижимаем к телу. То есть вот встали в стойку. Одна ножка вот так, другая вот так вот. И, соответственно, вот так вот мы стоим. То есть в данном случае, если сейчас я смотрю в ту сторону, когда я фотографирую у меня есть разворот вот вот так то есть вот вот моя рабочая область если я смотрю на вас то есть вот получается моя рабочая область будет вот это будет странно если вы встанете спиной и вот так вот развернетесь и скажете сейчас я вас сфотографирую будет смотреться стрёмно хотя здесь не так видно но я еще раз говорю отдельно запишу и кстати сидя все то же самое когда садимся вот сели мы получается локоть не коленка не дотягивается вот смотрите дотянул коленку то есть локоть ставим на коленку вот и вот так снимаем я отдельно запишу еще раз говорю так что вот такие вот дела друзья вот этот кусочек видео я перезаписываю уже спустя два дня я все делал монтировал я все делал посмотрел я вижу что я вот чуть-чуть вот просто капельку я там не досказал и я прекрасно понимаю что это может привести к срачу в комментариях и предвидя вот этот вот срач где люди будут спорить я решил это дело все обрубить на корню и заново заново и дополнительно записать вот маленький кусочек и так будет проще и так вот давайте поговорим про то каким глазом смотреть лучше видоискатель я сразу скажу что я смотрю левом и я сейчас вас буду призывать смотреть левом не потому что только я так делаю а буду немножко вам это разжеванно объяснять почему левом лучше но вам опять-таки все равно решайте выбирать по большей части люди смотрят они тем глазом не зная что можно смотреть именно тем которым нужно как-то я запутанно сказал ну ладно а сейчас будет все понятно уже на первом уроке я своим студентам говорю поднесите камеру к лицу посмотрите видоискатель и скажите кто каким глазом ну запомните кто таким глазом там туда посмотрел можете и вы провести этот эксперимент ставьте видео на паузу смотрите каким глазом вы там смотрите возвращайтесь и давайте смотреть дальше и так вот я говорю поднимите руки кто смотрел левым поднимается энное количество рук обычно это 70 процентов как минимум и соответственно 30 процентов те кто правом и обычно кто смотрит правом я у них спрашиваю почему вы смотрели в данный момент правым глазом они левым знаете какой мне постоянно ответ дают о чем можно было левом я говорю ну да почему нет посмотрите левом и соответственно когда не смотрит ли он говорит о да блин а касса так удобно плюс когда я показываю как правильно смотреть становится еще удобнее и в итоге получается что 80 процентов 80 90 процентов студентов все смотрят левом но все же остается 10 процентов тех кто остается смотреть справа есть такое вообще понятие как ведущий глаз если вы это не знаете загуглите почитайте там очень много всего это написано и вообще вы знаете вот на всех вот этих вот фото форумах я специально залез посмотрел везде срач везде постоянный срач не знаю не могут никак договориться равно все начинают приводить свои примеры почему правом лучше смотреть почему левом лучше смотреть и все спорят короче единого какого-то мнения особо нет но давайте я сейчас буду говорить про левый глаз и объясню почему допустим по сути это комфортнее и лучше вот первая рекомендация когда вот смотрите вот данном случае я вот смотрю сейчас правым глазом что получается что я им плохо вижу я допустим плохо вижу что у меня здесь показано на самом деле вот я смотрю и ну мне сложно и получается что у меня сейчас двоится вот я прям вот вижу как у меня все это вот прям вот неудобно то есть речь о том чтобы построить композицию по его увидеть поймал ты резкости ли нет если допустим выключил подтверждение фокуса но вот это наш пипип звук вот и получается что ну мне некомфортно вы можете сказать ну закрой глаз супер да отличное решение хорошо я закрою глаз окей но проблема в том что вы смотрите вот я закрыл глаз да на самом деле я сейчас вижу гораздо лучше гораздо все прикольнее уже ничего не двоится да я уже могу четко понять попадая на по резкости или нет хорошо но проблема в том то что вы когда видели вот я лично не видел чтобы и мне допустим также своему неудобно вот так вот расслабленно держать получается левый глаз и при этом смотреть через правый плюс само по себе у нас же здесь кожа не по такая сильно прям прям плотная все равно же что-то вот попадает я вижу еще все равно какое-то вот пятно в данном случае она такой красновато-оранжевый потому что но через кожу проходит и получается чтобы вот этого пятна не мог блин я что тут стою так чтобы этого пятна не было нужно что делать когда все смотрит не вот так снимает а начинает вот так вот морщить то есть получается вот этого сильверсор вот и получается вот вот так вот все морщат лицо что происходит в этот момент я вам так скажу вот вот это вот это очень некомфортно потому что вот за кем я только не наблюдал у них от того что постоянно вот так они морщат морщат у них даже я не знаю судороги что ли берут и вот так и даже вот здесь вот начинает трястись само по себе опять митинское прошлое я вам просто так скажу у нас вот здесь страничный нерв то есть вот ветви которые расходятся так по лицу я не берусь утверждать я столетний врач я это дело все не поднимал не изучал но само по себе для меня если допустим меня смотрят врачи-специалисты вы можете написать комментариях и сказать прав не прав все равно получается что вот так вот постоянно когда вот вы ходите вы где-то что-то можете пережать я не имею прям нет пережали все вы умерли нет самом по себе вот даже сейчас вот я опять показываю вот даже я делал у меня начинает болеть может как мы тренирую щеки тип там улыбайся с гантельками что были крепкие равносильно как вот ну представьте допустим вот вы сожмите вот руку сильно 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 и последний вот держите и долго что произойдет она у вас начнет болеть то же самое происходит и вот вот здесь то есть получается когда вы твои все время вот так вот морщите лицо у вас будет болеть это даже может и потом глаз болеть может быть в зубы перейти может сама голова потом болеть понимаете то есть еще раз говорю это возможно связано то что здесь страничный нерв который ветви вот так идут по лицу вот но я еще раз говорю я не претендую на вот это вот может быть где-то я ошибаюсь ну может быть и не ошибаюсь просто задумайтесь а в принципе знаете я сейчас прикреплю картиночку вот анатомии с википедии вот я скинул ссылочку посмотрите и так вот получается что когда вот вы фотографируете вы постоянно вот так вот морщитесь и постоянно вот вот так вот вот так вот это неудобно и не знаю как кому может вы привыкли уже у вас остальные здесь мышцы но для меня лично это неудобно во вторых милые дамы кто вот так вот делает а вы знаете у вас морщинки появляется на половине лица больше чем на второй потому что этим же глазом будет данный момент не морщитесь а вот эти получается вы сильно морщить как минимум морщинки будет появляться и так вот что я рекомендую я рекомендую смотреть левым глазом вот сюда как смотреть то есть вот обратить внимание вот я сейчас получается что смотрю левым глазом но видите у меня право еще открыт в любом случае даже учитывая что он открыт получается что уже есть какая-то заслонка от вот этого света который мне попадает сейчас данном случае в лицо уже есть какая-то заслонка и когда я фотографирую я не напрягаю лицо вообще а плюс есть еще же рука а что делает рука рука же стоит здесь же то есть ну на камере камеру держит и получается что в данный момент вот сейчас камеру беру видите получается что в данный момент у меня рука закрывает глаз и я когда фотографирую я не отвлекаюсь на вот эти сжатия лица или еще что то есть абсолютно свободно вот я снимаю и я считаю вот это гораздо удобнее конечно во всех этих спорах есть такая штука как почему лучше правом снимать потому что когда ты снимаешь какую-то там я не знаю внезапные какие-то там должны что-то сейчас произойти какие-то не знаю динамические какие-то сцены ты правом допустим все время смотришь где что происходит потом быстро начинаешь снимать окей хорошо а почему допустим вот вот я сейчас вот смотрите вот я снимаю допустим видите у меня же глаз тоже открыт и соответственно я вижу что где происходит то есть вот камера возле лица я могу всегда резко быстро вот так вот начать снимать то есть вот я не знаю как вы натренированы я не знаю как вы снимаете но личного и мнение лично рекомендация левым глазом опять-таки вы смотрите внутрь вот рука прикрыта то есть глаз прикрыт рукой и нет никаких вот видите то есть нет никаких этих как это лицо в общем расслаблено и ничего болеть не будет мне сейчас может кто-то сказать но а я допустим левым глазом вижу хуже чем право это не проблема потому что кстати и вот это тоже мне говорят но я правом лучше вижу я правша и правом лучше вижу вот не знаю где связь но само по себе у нас где видоискатель здесь есть такая крутилочка то есть она вот то есть вот эта настройка диоптрий но я так называем уж как на тут по-другому там называется а когда мы с вами фотографируем мы хотим сфокусироваться и соответственно когда вот я нажимаю на половину кнопку спуска затвора ну что услышим где она вот здесь немножко не видно но вот что мы слышим вот этот вот звук это говорит о том то что система поймала фокус то есть это подтверждение а у кого вот этого звука нет вы сбросили настройки камеры на ноль и соответственно вас этот звук появится потому что он всегда есть по умолчанию и так вот о чем это говорит вот я прицелился и камера говорит что если ты сейчас вот сфотографирую что будет фокусе когда мы крутим вот здесь вот наши колё вот этот колесико получается что мы здесь настраиваем то как как будто вот мы очки одеваем то есть если вот здесь вот я сейчас на струю вот я сейчас настрою и допустим ничего сейчас здесь внутри не вижу то есть очень все мутно но независимо от того мутно здесь или не мутно вот я сейчас сфотографировал и соответственно фотография вред как раз это вот мой гудокс вот так сейчас все это дело выглядит и так вот вот это сейчас все в резкости но при этом я внутри вижу мутно как эту штуку правильно настроить во-первых смотрите включите автофокус если вдруг у вас не включен то есть вот включили нацельтесь вот на что-нибудь вот просто не знаю откуда нацельтесь вот услышали пип и не отходя от места вот где вы стоите не выбирая камеру от лица покрутите вот вот здесь вот 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 здесь вот до того момента пока вы не станете видеть резко и соответственно вот вы и настроили себе вашу грубо говоря диоптер или как это называется вот тут меня медицинское прошлое покинул друзья надеюсь те примеры которые я сегодня вам показал они были вам понятны конечно это абсолютно ваше дело то как вы держите камеру то как вы дышите то как вы чё там тут не делаете это абсолютно ваше и не мне туда лезть но и согласитесь это неудобно но при этом к этому можно привыкнуть и также можно и держать допустим да вот вот так вот давайте я буду фотографировать вот вот так вот так вот я даже не знаю как держать вот вот так вот давайте я буду держать вот так вот будут фотографировать и я когда к этому привыкну я Я скажу, а мне так нравится, а мне так удобно, а мне так правильно. Могу камеру, пожалуйста, держать и вот так фотографировать. А почему бы и нет? Кто сказал, что так нельзя? Почему кто-то должен мне говорить, что вот так можно, а так нельзя? Вот. Я буду фотографировать вот так вот. Еще вот так вот. Не знаю, что получится. Ради бога. Как хотите, так снимайте. Ведь... А давайте я сейчас еще вот такой пример покажу. Я думаю, у меня гораздо быстрее получится переодеть кепку наоборот. Ну, вот как получилось. Этот пример я сейчас сделал не просто так. Вот, друзья, вот вы знаете, как правильно одевать камеру, хотел сказать, как правильно одевать кепку. Согласитесь? Вот. Я буду удивлен, если вы не знаете, как одевать кепку. Но вы не такой. Я вас уверен. Вот. А вот я, допустим, я не знаю, как носить кепку, опять хотел сказать, камеру. И вот, соответственно, вот я к этому привык, и я считаю вот это вот правильно. И мне наплевать, что инженеры, которые вот там, ну, я сейчас в данном случае уже про камеры говорю, которые придумывали дизайн, эргономику, вот это вот все вот, то есть, чтобы был удобный хват, чтобы как правильно держать, чтобы вы комфортно фотографировали. То есть наплевать то, что они там придумывали. Я вот буду держать вот так вот теперь крабцом. Вот, мистер... А, нет, краб это у нас вот. Когда вот так вот. Мои эстетические мизинчики мне не позволяют держать камеру так, как придумали это инженеры. Я вот так вот все это дело буду держать, потому что мне сейчас это удобно, и я считаю это правильно. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok